Мы сейчас активно рассматриваем возможность производства первой в мире бактериальной вакцины против коронавируса в Беларуси. Речь идет о том, что наши белорусские коллеги действительно хотят поучаствовать и в научных исследованиях, разработках и внедрениях вакцин, но это довольно непросто сделать. Для этого должны быть специальные учреждения, которые оснащены по определенному классу безопасной работы с вирусами и так далее. Но вот в случае бактериальной вакцины как раз есть возможность довольно эффективно использовать возможности Беларуси, потому что речь идет о разработке, сделанной сейчас в Институте экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. Это так сленгово называется кефирная вакцина, то есть возможность использования препаратов на основе кисломолочных бактерий для стимулирования иммунного ответа. Это в России сейчас работа, которая идет на стадии доклинических исследований. Эти исследования будут закончены где-то в начале следующего года. А если речь идет дальше уже о каких-то клинических испытаниях, то здесь мы пригласили наших белорусских коллег участвовать в клинических испытаниях параллельно с теми испытаниями, которые пойдут в России. Вот это как раз пример того, где мы можем вместе объединять усилия, и таким образом мы можем предположить, что в конечном счете это будет такая совместная вакцина, которая разработана учеными наших двух государств. В целом, конечно, большинство представителей научного сообщества считает, что постепенно коронавирусная инфекция уйдет в тот разряд заболеваний вирусных, к которым человечество, в общем-то, ну так скажем, привыкло. Мы действительно привыкли к вирусу, и мы не видели уже с 60-х годов каких-то таких вот пандемий гриппа, да, которые существенным образом напрягают, перенапрягают систему здравоохранения различных стран мира. И в этом смысле мы, ну, мы понимаем, мы привыкли жить с гриппом. Мы привыкли жить с гриппом, потому что есть сезонные вакцины, пожалуйста, прививайся. Мы знаем, что заболевание гриппом не смертельно, потому что есть хорошее лекарство, есть хорошие протоколы лечения. И, наверное, хотелось бы, чтобы как можно быстрее коронавирусная инфекция вот вошла в этот, так скажем, разряд привычных, привычных, привычных болезней. Не все еще уроки мы извлекли для науки, для организации науки, но, по крайней мере, то, что мы видим, во-первых, конечно, мы должны, как говорится, иметь поры в пороховницах, то есть мы должны иметь задел и быть готовыми к тому, что нам в любой момент придется силами науки бороться с различными новыми вирусами. Мы как никогда увидели важность международного сотрудничества. Вот, коллеги, никогда мы не можем припомнить, насколько было вот это сотрудничество открытым, что не скрывались результаты, что они как можно быстрее публиковались, что никогда так лояльными не были редакции журналов. Действительно, они очень быстро публиковали все доброжелательно, ну, так сказать, конечно, с экспертизой, которая положена, но вот эта чрезвычайная открытость позволила не только странам, лидирующим в науке, в которых есть и оборудование, и мощные научные школы, быстро включиться и достигнуть результатов. По всему миру мы видим, ну, вот, если хотите, расцвет такой биомедицинской науки, потому что практически во всех странах мира с использованием вот этой вот информации стало возможным проводить научные исследования. Вот это очень здорово, очень хотелось бы, чтобы это сохранилось так и также распространилось и на другие области знания. Сейчас совершенно точно все понимают, что вирусы — это совершенно естественные инструменты эволюции. Понимаете, просто не было бы той жизни на того, если хотите, биоразнообразия на нашей планете, если бы не вирусы. Просто вирусы — это то, что позволяет мутировать различным организмам, а мутации как раз лежат в основе биоразнообразия и развития живых систем. Поэтому вирусы были всегда, вирусы всегда будут, но, с другой стороны, мы очень четко увидели, что вирусы могут как-то, так сказать, постепенно влиять мутациями на эволюцию систем, а могут очень резко прилететь. И в этом случае, конечно, у нас должен быть задел. Задел, прежде всего, в фундаментальных исследованиях.